здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов сегодня ввиду я михаил горин со мной студии мои коллеги журналисты связь ильбер здравствуйте и маргарин здравствуйте итак у нас новые досрочные очередные внеочередные выборы в израиле как известно парламент который был избран 9 апреля не смог продолжить дальше работу назначены новые выборы на 17 сентября к ним уже начали готовиться и судя по всему начнется ожесточенная борьба за так называемый русский голос но когда я говорю русские естественно между за голоса русскоязычных израильтян это мое личное мнение из чего я из чего как бы я следую из того что основное противоречие было на этот раз между ультраторсальными партиями и партии индии которая традиционно считает что связывается с именно с русскоязычной общиной и еще один момент на который бы хотел обратить внимание это то что в день когда стало известно что будут уже точно новые выборы я ирны ты ньягу сын главы правительства своем твиттере сделал запись в которой он назвал русских израильтян братьями и даже написал что ваш дом лекут таким образом русском языке на русском языке на русском языке да что вот я считаю что верным признаком того что будет все-таки сражение за русские голоса теперь конкретный вопрос когда готовились к предыдущим выборам которые были 9 апреля лекут ничего плохого про индии и конкретно лидера этой партии в вигдора либермана практически не говорил он не критиковал партию и практически не критиковал и даже считала что существует негласное такое указание твои дела делать практически также поступала и партия индии она не очень критиковала лекут и практически не критиковала премьер-министр на ваш взгляд при подготовке новых выборов ситуация изменится или нет ну смотрите все евреи братья я хочу в это верить и я приехал в эту страну для того чтобы в это верить но как правило самое важное начинается после слова но я очень рад что у нас будут еще одни выборы на которых одной из главных тем будет взаимоотношение религии и государства я очень этому рад потому что действительно пришло время навести порядок в этом чулане в этом чулане где у нас с образование государства израиль 71 год царит страшный бардак и там пришло время наконец навести порядок и очень хорошо потому что выборы которые у нас прошли два месяца назад они там был один единственный основной вопрос биби или не биби сейчас у нас появляется еще одна ось дополнительная ось это взаимоотношение религии государства и я этому очень рад я до последнего момента не верил что мы пойдем на выборы я в этой студии говорил что я уверен на сто процентов что они договорятся и вот действительно я сидел смотрел в прямом эфире что происходит там в кнессете и я вот у меня теплилась надежда до самого последнего момента когда они уже проголосовали что сейчас скажут все голосование отменяется потому что мы договорились ливерман и нетаньяо выходит к прессе и говорят что ликуд принял все условия ультиматум скажем так нды и закон о призыве харидим будет принято втором и третьем чтении но этого не произошло и это доказывает еще раз что израильская политика никогда не бывает скучной она продолжает удивлять этого никогда еще не было в израильской истории вот первый раз но всегда что-то случается первый раз что мы не мы говорю премьер-министр победивший на выборах не смог сформировать правительство это напоминает итальянскую политику уже да 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 и мы у нас такое впервые марк пожалуйста я прошу прощения мне очень нелогко но я вынужден не во всем согласен с нашим ведущим значит поначалу у ликуда были достаточно серьезные критики поначалу компании придуманы критические стрелы в адрес нди ближе к концу компании они были сняты ближе к концу в самом конце они опять немножко появились что касается еды это практически во всей компании я прошу прощения за слегку вот что-то наезжало на ликуд например министра меньше она все время говорила типа типа он не прав но мы все равно за него вот такого типа бы а то что насколько мне дарилось наблюдать теперь по поводу значит того что сказал вот коллега и оппонент значит я помню согласен что все евреи братья и что мы все об этом включая ультра это да 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 так лет на самом деле неизвестно с этим согласны это первое то что пора разобраться в отношении с религией государства тут мнение быть вот пора я не верю то что на нашей памяти мы с этим вопросом разберемся что же касается того можно ли было верить в эту эту это кстати сказать тоже не верил в то что такое произойдет такое возможно до последние минуты я сейчас в это не верю видимо что-то произошло то ли это отмор который хозяин хасидского двора и его ну не упасть не убедили добрый был абсолютно уверен что никто не хочет эти выборы и конце концов убедят людей лицвана и его так сказать окружение что ну и по моему его самого вполне вменяемый человек но отбор который раним тут не могу ничего умного сказать вот и ситуация такая какая-то есть и по поводу не знаю сколько у нас там времени как мы там делимся у нас есть еще там один да давайте тогда к следующему ты сказал что ты рад тому что может быть на предстоящих выборах наконец-то разберутся глобально в отношениях религии государства но возникает вопрос а с чего бы ну хорошо как бы может быть в светских партиях голоса чуть-чуть там перетекут из от одного блока к другому на будущих выборах но как как бы мощный кулак который был на последних выборах у религиозных партий в 16 мандатов плюс блок религиозных сионистов практически 22 он вряд ли изменится 22 он вряд ли изменится как это может повлиять на расстановку сил смотрите конечно это очень большая политическая авантюра нет никаких сомнений и либерман сделал ставку пан или пропал харидим сделали ставку ну харидим в меньшей степени потому что они свой электорат все равно приведут да но либерман как показывают опросы общественного мнения как показывают настроение в обществе может взлететь либо упасть и не преодолеть электоральный барьер но пока опрос показывают есть такой вот некий эмоциональный драйв драйв я хочу напомнить что томи лапид покойный набрал на этой теме 15 мандатов потом неважно но потенциал у этого есть и знаете у нас в израиле все циклично и каждые по мере того как харидим давят статус-кво в свою сторону продавливает это закрыть это закрыть субботу запретить закрыть супермаркет и ваш доди финиция мост иудит не продавать по субботам билеты и так далее так далее так далее потом идет волна да как в 2011 году пошла волна массовых протестов потом идет волна может быть ли берман как очень опытный политик он почувствовал что вот эта волна подходит может быть я не знаю и это покажет жизнь покажет время но по крайней мере то что я на интуитивном уровне вижу сегодня что люди говорят очень многие не имеющие никакого отношения к русскоязычной общине говорят да вот эти досы они достали они лезут в нашу жизнь мы не хотим этого религиозного засилия и мы отдадим голоса за инди и потому что инди защищает нас от этого религиозности опять же может быть это какое-то мое субъективное ощущение но опросы общественного мнения которые я видел да они уже показывают что есть некая динамика вверх для партии инди посмотрим время покажет опять же говорю что эти выборы могут закончиться чем угодно нетаньяу или не нетаньяу либерман поднимется или либерман упадет все возможно на этих выборах хоридим я думаю они останутся примерно на таком же уровне но в любом случае все эти вопросы должны должны вернуться на повестку дня израильского общества они без этого обсуждения без этого без решения этих проблем или по крайней мере какого-то прогресса в решении в этом кстати хоридим тоже заинтересованы потому что если не принять закон о призыве то в конечном итоге в июле месяце кажется ступает да ступает силу решение так уже было и возникали новые отсрочки всегда не будет отсрочек потому что нет правительства их не может быть кто даст эту отсрочку наоборот наоборот пока нет пока предвыборный период никто не будет требовать реализации хорошо сейчас не будем вникать в эти детали это в любом случае в любом случае с этим есть очень много вопросов и посмотрим чем это нас привезет марк вопрос к тебе авгардор либерман на протяжении всей подготовки к выборам которые были до сих пор всегда говорил что мы будем рекомендовать на пост главы правительства только бенеминты нягу только этого чека мы видим во главе будущего правительства и мы вступим только в правую коалицию правда возникает вопрос религиозные партии которые там занимали 18 мест насколько они правы и и так далее но это у сейчас уже другой вопрос сейчас когда страсти накалились во время обсуждения будут повторные выборы или нет дело дошло практически до личных оскорблений вот авгардор либерман говорит по поводу на ты нягу это культ личности по поводу деятель ликуда им срочно нужен психиатр это чистой воды шизофрения обвиняет на ты нягу во многих грехах и так далее что он там голосовал за размежевание так далее на фоне этого он опять будет вот с этим человеком и с этими людьми пойдет снова в коалицию в будущем если они будут формировать коалицию пойдет конечно вот с этими вот которым нужна психиатр это шизофрения да 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 конечно пойдет потому что есть две реальность с одной стороны действительно шизофрения это люди которые нужны психиатр в другой стране за них голосует народ и это реально народ голосуется и за другие пары это правильно да 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 я я согласен бою на руководителей других ну и не меньше кстати количество народа ну не меньше да это я согласен стопа ты говоришь повторяю то же что я чувствую абсолютно да но в то же время так получается что этот правый фланг он будет длиннее ну-ка скамейка запастых у него больше ну ну так получается это длинная история демография там нет сейчас не об этом рассказал это реальность он и говорит народ проголосовал за ликут и за правый лагерь боговец бьюни-то не ягод так проголосовал народ и поэтому мы идем вслед за волей народа это не означает что можно считать их сезофрениками или там потому что им нужно психиатр это это ответ на твой вопрос теперь как говорится у как бы я очень хорошо помню в каденции между девяносто вторым и девяносто 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 шестым там выбор девяносто года очень хорошо помню был заголовок в юридской прессе мне просто перевел и мне привело очень сильное впечатление звучало так если русские 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 в каблете гугольцкого русские чихнут то у некоторых слетят кипы если русские вместе чихнут то у некоторых слетят кипы и тогда когда Исрая Балия взяла 7 мандатов показалось что вот есть некое развитие оно не состоялось причиной не сейчас а длинный разговор требует серьезных исследований но видимо вот этот откат и вот тот тот ситуацию в стране когда практически Харадим получили почти диктаторские полномочия которые предоставил Ликут за свои интересы в расчете за свои интересы он потребовал другой реакции на происходящее невозможно согласиться с тем что происходит и вот этот чих который тогда кто то прозорливо дал понять что он возможен он видел пришлось всего и щадить что реальность не показывает по сути дела чихнули русские как партию НДИ ассоциируют с русскоязычным так сказать частью страны значит считалось когда то что русскоязычное влияние это 20 мандатов конечно это давно не так это допустим там мандатов 14 из них 16 из них половина это безусловно НДИ другое дело какая часть из них останется дома остается дома и не пойдет голосовать а все остальное произойдет другим партиям хорошо теперь полсекунды теперь судя по опросам о 9 мандатах о которых сейчас говорят там 9 мандатах возможно что эти люди как говорится которые остались дома увидели силу а сила всегда привлекает на которые они могут ориентироваться плюс те кто в силу каких-то причин оказался в Ликуде или в какой-либо аван и которые сказали ой нет вот тут у нас дома тоже есть за что голосовать вот собственно да посмотрим насколько правы окажутся мои коллеги или же действительно правы окажутся сын премьер-министра который позвал русскоязычных избирателей в Ликуд до 17 сентября осталось не так уж много мы увидим во что все это выльется и ради чего проводились точнее будут проводиться новые выборы на этом все напомню что со мной в студии были Марк Горин и Цви Зильвер всего доброго и и и и и Продолжение следует...